Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финнам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, самое время поговорить о том, что происходит на финансовых рынках. Поговорить о том, что было, что будет, чем сердце успокоится, что будет. Прогнозы мы в этом смысле тоже не отвергаем. Тема сегодняшнего эфира. Мы сосредоточимся, по крайней мере, в части его на российском долговом рынке. Кстати, не только российском, наверное, потому что события в Европе сейчас позволяют смотреть на рынок долга, как минимум, лузеров еврозоны. Там что-то происходит. Ну, в общем, как всегда, о многом мы поговорим в эфире Сухого Остатка. Итак, я представляю сегодня в студии Дмитрий Грицкевич, аналитикой промо-связи банка. Добрый день, Дмитрий. Добрый день. Чуть позже, может быть, к нам присоединится еще один наш коллега Максим Зайцев из Нордкапитала. Но пока его нет, к сожалению. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон прямого эфира, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. Начиная эфир, мы смотрим с вами, как всегда, что происходит сейчас на финансовых рынках. Картина маслом 1504 в Москве. Итак, начиная с вчерашнего закрытия американской торговой сессии, можно отметить, что... Ну, достаточно нейтральная, я бы сказала, нулевая динамика. Индекс S&P 500 и символичный плюс 0,8%, Dow Jones 0,3%, Nasdaq 0,2%. Азия разнонаправленно сегодня потерял 0,2% Nikkei и прибавил 0,5% Shanghai Composite. Далее мы смотрим на Европу, подрастает Европа, FTSE 100 чуть больше процента. И индикаторы российского рынка примерно, ну не примерно, приблизительно, да, тоже так же показывают нейтральную динамику. РТС чуть подрос на 0,2%, ММВБ еще скромнее на 0,1%. Отечественные валюты сейчас держатся рядом, да, с недавними максимумами, с недавними максимумами. Выше 33 рублей торгуется 1 доллар США и вблизи, к верхней границе бивалютные корзины, что тоже очень важно. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent 104,5 стоит бочка этого сорта. И тоже достаточно уверенно стоит, да, на этих уровнях. Лайтсвит выше 100 торгуется, тем самым сократился спред уже до минимума между Лайтсвит и Brent. Дальше смотрим на золото, да, практически без движения, но 1250. И индикатор валютного рынка вокруг 1,30 ходит, сейчас 1,2999 его текущая котировка. Основной набор голубых фишек сегодня, как всегда, разнонаправлен. Основной определенной динамики на рынке Российской Федерации нет, ну, может быть, на всех других тоже, кстати. Можно отметить среди лидеров роста Газпром. Больше процента прибавляет он 1,3. 110,69 стоит бумажка. Далее Северсталь почти 2% прибавляет. И Ростелеком продолжает радовать своих инвесторов 3,2% в плюсе. Ну, и остальные в символических минусах, например, ВТБ 0,5%, 0,2% теряет Сбербанк. И акции МТС обыкновенные тоже можно отметить в минусе на 0,5%. Вот такова картина маслом. Все, что происходит сейчас, мы с вами обсудили. Теперь давайте будем обсуждать, чего нам ждать, ну, как минимум, сегодняшнее, в ближайшее время. Я напомню, во-первых, да, сегодня, ну, давайте хронологично, что называется. В ближайшее время, 15.07, через практически полчаса, да, состоится, будет озвучено решение по ставке Европейского центрального банка. Кстати, Банк Англии уже это решение озвучил. И дальше выступает господин Драги. И вот таких событий мы ждем с точки зрения движений на фондовых рынках Европы. Америка сегодня закрыта, опять я напомню, да, день независимости празднуют американцы. В связи с этим площадки американские будут закрыты. И после обеда никакой динамики, скорее всего, мы на финансовых рынках не увидим, да, вялое-вялое, вялое текущее. Ну, и завтра, да, день такой достаточно важный, ну, с точки зрения недели и с точки зрения ближайших событий глобальных. Это будет статистика по рынку труда. Вот на это все мы с вами и будем ориентироваться. Ну, слава богу, все хорошо. Максим Зайцев в студии. Максим, добрый день. Значит, с нами, помимо Дмитрия, еще Максим Зайцев, старший аналитик инвестиционной группы Нордкапитал. Работает микрофон? Да, все хорошо. Ну, и славненько. Ну, что ж, давайте начнем. Давайте начнем. И, если позволите, я бы хотел ваш комментарий услышать от того, что происходит сейчас в Европе. А происходит много чего. Ну, начиная, да, с драматической революции в Египте. Очередной, кстати, индекс египетской биржи вырос там на 8% в связи с этим. Позитив. Это позитив для них. Далее, значит, я говорил о том, что, да, в Португалии называется политический кризис. И с этим тоже, да, росли доходности два дня. Каким-то образом это будет отражаться, да, на общей текущей ситуации. Хотя на евро никак это в моменте никакого влияния не оказывает. Ну, и ожидания по заседанию ЕЦБ. Вот об этом давайте начнем разговор. Дим, твое мнение. Ну, ключевым событием на долговом рынке, в общем-то, остается ожидание все-таки действий ФРС. Пока события в Европе, они идут на втором фоне, да. В общем-то, инвесторы не сильно обращают внимание на то, что творится в Португалии. Хотя, действительно, да, доходности, например, вчера по 10-летним облигациям Португалии подскочили до 8%, ну, после там скорректировались вниз, но такие сильные движения по государственным облигациям одной из стран Еврозоны, в общем-то, показывают, что инвесторы очень встревожены теми событиями, которые там разворачиваются. Все боятся как повторения греческого сценария, так и кипрского сценария. Кстати, есть мнение, ну, извини, уж такая фраза не очень корректная, есть мнение, что Португалия все-таки это не совсем Греция с точки зрения возможной развития событий. Вот там был действительно политический кризис, полномасштабный в Греции, я имею в виду. А Португалия, несмотря на то, что там вот идут ребята в отставку, министры, да, ну, как бы, все равно смог спокойно. Почему это так? Ну, безусловно, безусловно, это так, да, то есть риски есть, поэтому инвесторы, они как-то стремятся свои риски сократить, но, в общем, если объективно смотреть, конечно, португальская экономика, она несколько покрепче, чем там греческая и гипрская, и больше по масштабам существенно. Поэтому все же глобальные инвесторы надеются, что эта ситуация разрешится, именно поэтому вот на эти события, ну, как-то не сильно так реагируют другие внешние рынки. И, как я уже сказал, пока эти события все-таки идут фоном, у нас ключевая-ключевая тема, которая разыгрывается уже последний месяц-полтора, это все же ФРС. И, кстати, эта тема, да, зазвучит недалее, как завтра, да, когда будет статистика по рынку труда. Хорошо, Максим, события в Египте, ну, помимо того, что позитивно, да, для египетской биржи фондовой, я, кстати, узнал о том, что, ну, таковая существует, причем я посмотрел сегодня, она была, она появилась на свет еще в 19 веке, что ли, 1800 какой-то год. Потом там были драматические события, ну, связанные с развитием Египта прежде всего, ее прикрывали, потом национализировали, потом вот 90-е годы заработала. Ну, вообще, если вспомнить вот год назад, как развивались события в Египте, как на это реагировал финансовые рынки, то я думаю, что здесь будет большая разница, потому что тогда это было начало каких-то локальных конфликтов на Востоке, то есть, на Длижнем Востоке. Тогда это было вновь, да? Вновь. Это, во-первых, было вновь, во-вторых, были опасения, и не напрасно, что это может перекинуться на какие-то соседние страны, в результате чего это как-то и отразится на ценных на нефть, то есть, и это какую-то поддержку оказывало как-то косвенно и нашему рынку, потому что нефть действительно тогда чувствовалась. Сейчас, мне кажется, это больше будет носить какой-то локальный характер, то есть, это будет иметь какую-то значимость именно внутри данной страны. Все-таки Египет это какой-то, я бы не сказал, что стратегический игрок на сырьевом рынке или имеет какое-то значение в масштабах мировой экономики, и поэтому Египет это отдельная история. Что касается ситуации в еврозоне, то, наверное, тоже там что-то уже идет, повторяется по второму кругу, и как-то уже спокойно на все это реагирует. Уже оскомину набили все эти истории. Я бы даже связывал эту текущую коррекцию на долговых рынках, наверное, не с тем, что, не с какими-то событиями, все-таки, ну, как-то у аналитиков это принято, искать какие-то причины, но все-таки коррекция, она как бы назрела уже давно, потому что прошлый год он был такой действительно благоприятным для долговых рынков, там действительно можно было заработать двухзначные доходности, то есть за прошлый год вложившиеся в какие-то длинные бумаги. Ставки существенно снижались, в особенности по странам PIX это чувствовалось. Уже к маю, наверное, эти доходности достигли каких-то уровней, которые уже особо не интересны, и с начала мая, вот, и по текущий день мы видим коррекцию, причем на всех долговых рынках, что удивительно. Это и emerging markets, и еврозоны, и по казначейским облигациям ФРС, то есть, похоже, что вот ставки какого-то достигли, причем глобально по всему миру, каких-то минимумов, на которых они уже не интересны, и дальше уже это идет, и вполне возможно, не только исходя из каких-то фундаментальных предпосылок, но и просто какая-то техническая, то есть, психологически инвесторам уже не интересны. Ну, именно поэтому, да, что если на этих доходах уже ничего не заработаешь, значит, надо принципиально искать новые инструменты. Мы сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжим наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Дмитрий Грицкевич, аналитик промсвязь банка, и Максим Зайцев, старший аналитик кондиционной группы Nord Capital. Как всегда, мы обсуждаем текущую ситуацию, давайте вернемся к разговору о Европе, о еврозоне, о ожиданиях связанных, как минимум с тем, что через полчаса, еще раз я проанонсирую, объявят решение поставки, и как все мы тут присутствующие в студии, как минимум, видели в соответствующих календарях, ожидания нейтральные, то есть полпроцента, видимо, такая остается. Но, и вот хотел бы я подчеркнуть это и услышать, уважаемые коллеги, ваше мнение через, ну, как правило, через полчаса, да, выходит глава Центрального банка, господин Драги, и будет вынужден в рамках пресс-конференции, да, сопровождаемой это событие, какие-то дать комментарии. И вот придется, видимо, ему, да, и по поводу, оговориться, да, и по поводу Португалии, наверное, по поводу Греции, и там опять вроде бы какие-то сейчас, ну, по крайней мере, в средствах массовой информации какие-то неприятности готовятся. Вот какие с этой точки зрения, да, Максим, на твой взгляд, что мы можем ждать, я еще раз подчеркну, что все происходящее пока не как, как минимум, на курсе евро-доллар, да, и на фондовых рынках не отражается, а вот, может быть, господин Драги, спусковой крючок-то нажмет, что-то скажет, как ты думаешь? — Я думаю, что сейчас какие-то, в том числе, ну, во-первых, никто не ожидает снижения ставки, потому что абсолютно это сейчас будет нецелесообразно, во-вторых, наверное, в какой-то мере сейчас надо быть поосторожнее со словесными интервенциями, потому что, по крайней мере, мы вот сейчас вышли последние данные по инфляции по еврозоне, она там не такая уж и низкая, 2,9% последнее значение, то есть есть какие-то предпосылки, и для того проблема удержания устойчивости евро могут возникнуть, то есть если будут какие-то излишние заявления, поэтому, наверное, риторика будет, скорее всего, нейтральной, то есть будет сказано о том, что у ЕЦБ по-прежнему имеются механизмы, такие как ОМНТ, прямая монетарная операция, то есть в случае, если одна из стран обратится там за помощью, ее банды будут выкупаться в неограниченном объеме, то есть поддерживаются, будут доходности на оптимальном уровне, то есть, возможно, будет сказано про ЛТРО, но какие-то конкретные меры не будут озвучены, то есть сейчас для регулятора очень важно сохранить устойчивость валюту, потому что, как показала практика, при бегстве капитала из страны, то есть и еврозон тоже с этим сталкивалась, наступает и коррекция, в том числе и по долгам номинированным в этой валюте, чего бы сейчас ЕЦБ не хотелось, то есть сейчас главное сохранить какой-то баланс. То есть надо внимательно смотреть за своими словами, Дима, вот и... Да, доходности, они сейчас не на критическом уровне, то есть они далеки от тех уровней, которые были там, скажем, год назад, то есть... Доходности ЧИ, ты имеешь в виду, Италии, да, Испания? Да, всех стран еврозоны, то есть достаточно комфортный уровень, поэтому вполне терпимо. Я думаю, что ЕЦБ сохранит какие-то меры на будущее. Я понял. Ну, действительно, да, все инвесторы слушают выступления глав центральных банков. Что касается этого заседания, действительно, скорее всего, Драги повторит, что политика ЕЦБ остается стимулирующей, что он готов дальше поддерживать экономический рост и стабильность в регионе. Ну, наверное, более интересно услышать его комментарии относительно Португалии, если такие будут, потому что это все же на текущий момент очаг такой нестабильности во всей еврозоне, из которой там в любой момент может пожар... То есть он не сможет обойти эту тему, мне кажется, да? Даже если он сам на эту тему не будет что-то говорить, так его дотошные журналисты обязательно спросят. Ну, да, это, в общем-то, сейчас такая одна из ключевых тем для ЕЦБ. В принципе, да, он может подтвердить, что готов там начать программу выкупа бандов с рынка. Ну, для этого формально, естественно, стране нужно обратиться с этой спросьбой к ЕЦБ. Ну, как минимум, он должен хотя бы, да, вот словесными интервенциями успокоить держатели бандов именно Португалии. Их доходности, да, вот как раз, я как уже говорил, там достигали 8%, это как раз уровни прошлого года. И пока вот эта страна, она единственная, так, по доходности выстрелила. Я понял. Ну, да ладно, собственно, ждать осталось недолго, да, поживем-увидим. Буквально через час выступления господина Драги будут транслировать и публиковать, естественно, в ленте новостей. Вернемся на российский рынок, в российскую действительность. Ну, опять с точки зрения рынка долгового, Максим, что происходит сейчас на российском рынке? Тенденция, я так понимаю, общая, да, как ты сказал, сохраняется, да? Что там происходит? Доходности растут все еще? Ну, наблюдается, также и по нашим облигациям, незначительная коррекция в доходности сейчас. В принципе, это вполне естественно, тем более, если мы посмотрим на рубль, то есть сейчас как бы идет уход от рублевых активов. В пользу, наверное, нашего рынка можно мало что вот сейчас сказать, но, в принципе, многие ожидают снижения. Нет, есть много факторов, которые перечисляют, но мне кажется, что они все-таки как бы имеют, не будут, их значение переоценивают. То есть, например, ожидания по снижению ставки как бы не очень сейчас согласуются с тем, что инфляция все-таки пока на повышенном уровне, то есть держится выше 7 процентов, вот, и данные по инфляции мы видели за последнюю неделю, они были 0,4 процента. То есть, не очень понятно, какие ЦБ, Банк России будет смягчать денежно-кредитную политику, при этом, при такой инфляции, при том, что как бы ориентиры по инфляции, они там не выше 7 процентов. То есть, я не вижу пока предпосылок для этого, и как бы, если даже это будет предпринято, то как бы вполне возможно, что, по крайней мере, иностранным инвесторам наши рублевые ФОЗ не очень будут интересны при ослабевающем рубле, а если у нас будет, вопреки инфляции, смягчаться денежно-кредитная политика, то такое будет происходить. То есть, здесь, возможно, вот на фоне этого тоже будут выходить инвесторы. То есть, не вижу какой-то идеи, как бы, в либерализации, тема уже давно отыграна, как бы, мне тоже кажется, что ее достаточно сильно переоценивали. Плюс, мы видели недавно заявление министра финансов Силуана, услышали про то, что, как бы, Минфин будет в обход ЦБ заниматься закупками валюты, чтобы ослабить рубль. То есть, опять же, это, как бы, не особо поддержало нашу валюту, в том числе, как бы, соответственно, не очень интересны здесь рублевые долги в этом контексте. То есть, пока, в общем, единственный фактор, который я могу привести, это в пользу вот на следующий квартал, то, что объем размещения, планируемый Минфин, он немного меньше, чем в прошлом квартале. Но это, наверное, в силу каких-то сезонных факторов, потому что, ну, в третьем квартале два летних месяца, как правило, в этом периоде не очень активно. То есть, поэтому... Я понял. Заговорили о рубле, Дима. Я вот хотел по облигации все добавить, потому что у меня немного другое мнение. Вот на самом деле, рынок ОФЗ сильно пострадал во время вот июньской коррекции. Например, там 14-летние, 15-летние бумаги, они по цене упали там в районе 10 фигур. То есть, нивелировав весь рост с осени прошлого года, который у нас был там после объявления там о КУИ-2. Такое сильное падение, конечно, для долгового рынка, оно, в общем-то, весьма ощутимо. То есть, доходности сильно подросли. Ну, естественно, это происходило на фоне того, что выходили нерезиденты, там, да, продавали бумаги, продавали рубль, покупали валюту. Тут еще и курс рубля с этим, естественно, завязан и так далее. Что касается данных по инфляции, то вот вчерашняя статистика, она как раз показала замедление инфляции на фоне высокой базы прошлого года. Это июльская статистика, да? По, ну, как бы, недельная статистика до первого числа, первого июля. То есть, в годовом выражении замедление инфляции там составило до 6-6%. То есть, это уже приближается там к тагерту ЦБ, потихоньку это уже не 7%. Представители Минэкономразвития заявили, что в июле они ожидают инфляцию в районе 1%, в прошлом году было 1,2%. То есть, это еще в годовом выражении как минимум 0,2% на пункт минуса. Поэтому инфляция замедляется, на мой взгляд, ну, в принципе, для ЦБ все дороги открыты для того, чтобы ставку снизить. Это развязывает руки, да? Да, да. По поводу рубля, рубль также сильно скорректировался. Да, мы, ну, сейчас, да, около 33 рублей, сейчас, возможно, локально какая-то коррекция. В целом, целевой уровень, там, да, в течение ближайших месяцев видим, как 34 рубля за доллар. Для тех же инвесторов-нерезидентов, которые будут входить там на таком дешевом рубле и покупать ОФЗ за валюту, им это, наоборот, интересно, потому что они могут на свои доллары купить просто больше ОФЗ. Поэтому вот на текущий момент я не могу сказать, что я там очень позитивно отношусь, да, там, к долговому рынку, но у нас рекомендации стоит накапливать по длинной ОФЗ вот на текущих уровнях. То есть, как минимум, после такой сильнейшей коррекции мы должны увидеть некоторые, некоторые восстановления котировок. То есть, некая активность, да, с одной стороны, еще раз я подчеркну, ослабление рубля, ну, по объективным причинам, да, придет к тому, что инвестор, да, посмотрит на долговой рынок с большим позитивом, поскольку дешевле. Ну, если инвестор, да, действительно поймет, что ослабление рубля, оно уже завершилось, там, какой-то в риторике ФРС какие-то понимания уже начнется, да, ЦБ начнет снижать ставки, я думаю, что постепенно, да, начнут возвращаться нерезиденты, в том числе, да. Это поддержит долговой рынок. Ну, а если, ну, примерно, по крайней мере, какие-то озвучить сроки, это, наверное, конец лета, начало осени. Ну, скорее, да, мы ждем понижения ставки, наверное, где-то в августе. А в августе, да, уже на заседании может быть снижаться. Ну, в общем-то, да, это ничего не мешает сделать. Я понял, я понял. Кстати, говоря о действиях Минфина, который, да, будет пополнять резервы, он тоже, по-моему, в августе это планирует делать. Да, с августа начинали. То есть, в конечном итоге, вот в августе. Ну, здесь еще вопрос, а будет ли, что ему пополнять, какие резервы, с учетом дефицита бюджета и цен на нефть, поэтому здесь тоже под вопросом. Это пока, скорее, словесные некоторые интервенции, на которых тоже... Но она была сознательна все же, да? На которых тоже, в общем-то, спекулянты сыграли на рубль. Спекулянты сыграли и задачу решили. А, да. А будут ли они или не будут, это еще вопрос. Потому что Силанов-то именно так говорил, что девальвация, вот мы будем там заниматься определенными вещами, да, и это может ослабить рубль, девальвировать, ну, слово-то нехорошее. Ослабить рубль на 1-2 рубля, вот такую цель. Она, собственно, сделана уже, эта цель, по сути. Задача выполнена, можно уже и не напрягаться. Сейчас мы еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим, да, Матвей? Ну что ж, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем, как всегда, обсуждаем текущую ситуацию и затрагиваем долговые рынки Европы, России, Соединенных Штатов, а в меньшей степени, может быть. Поскольку у меня в студии сегодня именно специалисты долгового рынка. Напомню еще раз, это Максим Зайцев, старший аналитик зоны группы «Нордкапитал» и Дмитрий Грицкевич, аналитик промсвязь «Банка». Уважаемые слушатели, для вас я тоже напомню. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе, как всегда, задавайте свои вопросы. Я бы, наверное, дополнил по поводу того, что сказал Дмитрий, по поводу замедления инфляции и прочего. Во-первых, надо здесь учитывать сезонный фактор, потому что если мы посмотрим в прошлые годы, то бывало, что у нас в летние месяцы инфляция падала и до нуля, потому что это подешевление плодо-овощной продукции, которая выходит в потребительскую корзину. То есть ближе к осени, наверное, с инфляцией там будет более понятно. И второй момент — это то, что не совсем понятно про то, что будет с валютными интервенциями Минфина, и то, что вполне возможно, что он от них откажется в силу того, что дефицит бюджета будет увеличиваться. Но опять же, увеличение дефицита бюджета — это не в пользу ОФЗ, потому что это значит, что Минфин придется делать дополнительное размещение, это навес дополнительного предложения. Поэтому, опять же, факторы довольно противоречивые. И, наверное, пока я... Единственное, что я соглашусь, что на коррекции действительно возможно вот сейчас, в данный момент есть смысл накапливать, но с уверенностью пока говорить, что значительную долю стоит прикладываться в длинные бумаги, наверное, я бы не стал. Я понял. А по таргетам насчет рубля, рубля, доллар, рубль, евро, рубль? Я думаю, что все-таки какой-то сейчас локальный максимум должен быть достигнут. Ну, не выше 34. Потому что там уже осталось несколько процентов до верхней границы операционного интервала, в рамках которого ЦБ проводит валютная интервенция. Единственное, дальше он просто их будет увеличивать. Единственный момент, который надо учитывать, то есть то, что... Вот еще надо не забывать то, что у ЦБ есть еще один механизм, это снижение ликвидности на денежном рынке. То есть когда ему надо укрепить рубль, он зачастую просто на аукционах РПО предлагает меньше денег, рублевой ликвидности банкам. Но единственный момент, про который не следует забывать, то, что у нас сейчас новый руководитель ЦБ, который говорил о том, что необходимо стимулировать экономику, которая пришла из Минэкономоразвития, и в этой связи не совсем понятно, как будет дальше выстраиваться политика регулятора. То есть если раньше можно было с вероятностью утверждать, что на ослабление рубля ЦБ начинает снижать объемы, вливаемые ликвидности в рынок, то есть уменьшать объемы по аукционам РПО, предлагаемым банкам, то сейчас не совсем понятно, будет ли той же политики придерживаться Эльвира Набиулина. Поэтому здесь тоже интрига сохраняется. Тем более, опять-таки, ты подчеркнул, что новый глава ЦБ заинтересован в стимулировании экономики. Предыдущий от этого дела отстранялся. Все время он говорил, что у меня свои задачи есть. А здесь действительно, какими механизмами можно будет эту задачу выполнять, это сложно, конечно, сейчас сложно предположить. Да, в связи с этим, смотрите, вот я читаю ленту новостей, забавно мне показалась такая фраза, скачок доходности гособлигаций Португалии, ну мы их обсудили уже, дело не в Португалии даже. Дальше идет фраза, напоминает о предыдущих кризисах в еврозоне, что подтолкнуло инвесторов к покупкам золота. Ну опять, не факт, что это действительно так, ну в ленте новостей всякое бывает, проскакивает, но я хотел бы услышать от вас, в этом есть логика? Скачок доходности облигаций, ну понятно, это опять ожидание некого кризиса в еврозоне, и после недавних гигантских просто продаж золотых активов, вот вроде бы опять смотрят на золото, как на что в таком случае? Ну золото, оно в общем-то, некий такой защитный актив, но она прежде всего защитный актив от долларовой инфляции, в первую очередь, поэтому, наверное, я бы не стал это связывать, что там инвесторы переложились из бандов в Португалии в золото, скорее бы они переложились там в трежерис, ну сейчас вот эти хоба активы, они находятся под ударом в связи с ожидаемым сокращением программы КУИ, там уже возможно даже в сентябре, поэтому в общем-то сейчас эти оба активы далеко там не самыми лучшими являются. Ну и вот эта взаимосвязь мне тоже показала какой-то странный, можно говорить о том, что кризис еврозония заставит укладываться? Единственное, с чем можно связать золото, то, что в принципе на укрепление доллара к другим валютам наблюдается, как правило, коррекция в коммундисис, которыми являются в том числе золото и серебро, то есть если посмотреть, то вот с начала года американский доллар значительно укрепился, особенно к валютам развивающихся стран, и соответственно мы увидели и коррекцию в драгоценных металлах во всех. В металлах в принципе, да, в коммундисисис? Возможно, в принципе, а золото как защитный актив я никогда не рассматривал, потому что это не актив, который экспирируется, то есть вы можете хранить бесконечно долго, и актив, который в первую очередь определяет спрос и предложение, он не генерирует никакие денежные потоки, то есть вообще там какая-то своя особенная динамика, то есть если мы смотрим софт коммундисис, то есть товарные активы такие, как пшеница, там кукуруза, то там есть какая-то логика, это урожай, еще что-то там, то есть спрос предложения меняется, какие-то факторы. То, что касается золота, драгоценных металлов, то мне кажется, там во многом спекулятивная составляющая, и довольно здесь сложно что-то прогнозировать. Смотри, если вспомнить восьмой год, да, или до восьмого, или немножко после восьмого, золото росло на каких-то ожиданиях. Вы знаете, если вспомнить восьмой год, то там, в принципе, большая часть восьмого года, даже вот в период кризиса, укреплялась евро. Вполне возможно, это можно с этим связать. То есть как раз-таки доллар, он поначалу, когда этот кризис начался, он начал слабевать, потому что, как бы, все начали, потому что, в принципе, проблемы начались экономически в Штатах, поэтому как-то... Ну, годом раньше, да, можно сказать. Евро оказался более надежным на первых этапах многим спекулянтам. То есть вполне возможно и с этим связать. Потому что, когда укрепляется доллар, то, соответственно, покупательная способность в других странах и, соответственно, в большей части мировой экономики, она падает. И, соответственно, вполне логично, что и цена золота, номинированная в долларах, тоже будет падать. А, кстати, смотрите, если все же основываться на точке зрения, которую Максим сейчас предложил, очевидно, что действительно в последнее время мы видели достаточно серьезные падения цен на коммунисты в целом, на промышленные и на рогоценные металлы, их стороной не обошло. Так вот, точка зрения такая, что если в ближайшее время мы увидим, для этого должны быть поводы, со стороны Китая или со стороны еврозоны, но, тем не менее, если мы увидим все же восстановление мировой экономики, то первыми, кто пойдет впереди этого восстановления, как раз и будут эти самые коммодитис, как минимум металлы промышленные. Драгоценные будут в их числе? Ну, по поводу драгоценных металлов, например, там ралли, оно, в общем-то, очень легко объясняется, политика ФРС, то есть она накачала мировую систему долларами, и эти доллары потекли, в общем-то, фактически во все активы, которые только можно. В частности, мы увидели, да, и пузыри на золоте, и в других металлах, и в других активах. Сейчас, опять же... То, что Максим говорит, да, это спекулятивные, очень большая часть спекулятивная. Ну, да, в принципе, все рынки, они, как бы, да, такие спекулятивные, и из-за политики ФРС они стали еще более спекулятивными. Ну, поэтому сейчас, когда только Бернанке заикнулся, что вот эта программа может быть свернута, инвесторы стали сразу вытаскивать отовсюду деньги, просто из-за всех активов, мы увидели достаточно сильную коррекцию. По поводу восстановления мировой экономики, например. Здесь, опять же-таки, будет несколько факторов, да. Если будут ожидания по, там, высокой инфляции в США, то, наверное, там, да, доллары будут, золото могут покупать. Покупать, как в данном случае, уже защита от инфляции, да? Ну, да, да. Если, ну, не совсем понятно, за счет чего будет основываться этот экономический рост, потому что в Европе, как была в рецессии, так она там и остается, все страны ведут. Ну, тем не менее, все-таки, да, официальные лица Евросоюза, ну, так, пытаются поддержать все-таки народ. Экономика Китая, в общем-то, она продолжает медленно, но, верно, немножко, там, охлаждаться, да, при этом Штаты уже постепенно перетягивают производство из Китая себе в страну, поэтому, где может быть экономический рост, это вот в США. Да, при этом инфляция там остается далеко ниже таргета ФРС, и, в общем-то, никаких инфляционных рисков там нет, наоборот, мне кажется, уже скоро можно о дефляционных рисках там заговорить. Поэтому, вот, какого-то ралли в комодите в ближайшее время я вот не вижу. Не ждешь, да? Я, кстати, сегодня тоже читал, по-моему, где-то на сайте РБК, что ли, не помню, кто автор этой заметки, но фраза мне запомнилась, что в ближайшие годы локомотивы мирового роста, да, лидерами роста будут Соединенные Штаты Америки, Европа, по-моему, и Россия. Да-да, именно так. Китая там не было, США, Европа и Россия. Есть в этом логика, какая-то основа для таких надежд? Как ты думаешь, Максим? Я думаю, что немножко выпадает Россия. Россия выпадает сейчас, да? Да, потому что, если мы не ждем как-то уборного роста в коммунити, учитывая, что у нас в основном преобладает сырьевой сектор и циклические компании, то есть не стоит ждать, как бы, то, что Россию... То есть у нас есть хороший потенциал для роста в случае, если мировая экономика вступит в фазу подъема. То есть сейчас это пока больше какой-то спад медленно происходит, поэтому думаю, что нет. То есть как-то должна нормализоваться ситуация в развитых странах. Пока этого не случится, да, все-таки, да? Мы уже слядь за ним. Но вообще в целом то, что как бы нас ожидает какой-то период восстановления экономики, пока под сомнением, потому что стимулирующие меры, как бы, они уже на исходе, они не приносят какого-то эффекта. В то же время мы видим какой-то небывалый рост там на том же американском фондовом рынке, и как бы регулятор тоже, как бы, немножко этим озабочен. Регулятор американский имеет? Ну, все-таки, да, американская экономика это 25% мировой экономики, поэтому это весомый фактор. Поэтому, как бы, многие, конечно, ждут впереди период повышения процентных ставок. То есть, если мы загоним не до конца года, скажем, 2014-2015 год, то уже снижать их некуда. И, соответственно, на этом... Ну, то есть, сейчас что надо сделать, да? Сейчас каким-то образом надо свернуть эту самую программу коллекционных ченей. Это уже будет ужесточение монетарной политики, да, своеобразное. А потом, ну, видимо, опять должна лечь так карта, да, что, естественно, следующий шаг это уже повышение процентных ставок. И, скорее всего, да, первыми это дело начнут американцы, но все-таки не в ближайшее будущее. До 2015 года, кстати, вот последнее выступление Бернанг, там фраза такая, что мы, да, будем стимулировать экономику или держать, как минимум, низкие процентные ставки до 2015 года включительно. Все же это... Это все же, да, достаточно такой среднесрочный период. Вот. Так, хорошо. Ну, и еще есть у нас... Минуточка, да, Дим, вот по поводу того, что действительно, значит, политика Федрезерва в данной ситуации, вот она сейчас это, да, сверхмягкая, так называемая, в ближайшей перспективе, да, когда она может измениться, до конца ли года, или все-таки зря, да, рынки закладываются в ближайшие какие-то месяцы, там, осень и так далее. Ну, я скорее там озвучу не такой консенсус, прогноз, что ждут рынки, что ждут инвесторы. Ожидается, что снижение объема выкупа активов может произойти уже в сентябре, то есть в этом году. Полностью уключение программы через год, то есть в 2014 году. В 2015 году может начаться этап повышения ставок, и там, в районе 2017 года ФРС может уже начать продавать активы со своего баланса. Вот как. То есть вот примерно такая хронология, и, скажем, те минимумы по доходности трежерей, которые мы видели там два месяца назад, скорее всего, достигнуты больше уже не будут. Я понял. Я понял. Спасибо еще раз новости. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам.фм. Как всегда, обсуждаем текущую ситуацию. Еще раз напомню, в студии сегодня Дмитрий Грицкевич, аналитик промсвязи банка, и Максим Зайцев, старший аналитик кондиционной группы Нордкапитал. Осталось нам, видимо, в последней части, чтобы было бы логично, да, поговорить о них и прогнозах. Хотя я еще раз повторю, прогноз дело неблагодарное. Значит, если посмотреть на то, что происходит на рынке сейчас на российском, отскакивает все же, да, чуть повыше уже и РТС почти полпроцента, и ММВБ почти 0,3%, рубль тоже начинает корректироваться. Еще один вопрос, буквально, да, два слова. Вот если говорить о рубле, может он действительно скорректироваться после того, как выше 33 он закрепился, ну, по сути, да, второй день он там торгуется куда-нибудь в район 32,80, 32 с полтиной, чтобы оттуда хоть... На самом деле, вот цели, да, по коррекции может быть там 32,50, 32,40 даже, но одни, к сожалению, все равно конечные цели это вот обновление максимума на уровне там 34,10. Ну, это опять с точки не спекуляции, наверное, потому что сейчас на хаях стоит, покупать уже доллар, рубль поздновато, наверное, да, вот если бы скорректировался куда-нибудь в район 32,80. В общем, да, поэтому, да, мы ждем какой-то легкой коррекции, но потом, скорее всего, будут некоторые обновления вот этих вот максимумов, которые уже были достигнуты в этом году. То есть туда, в район 34. А, кстати, давайте вот о чем еще два слова скажем. Если есть у меня некие сбережения, ну, это уже такой, так сказать, тема, да, актуальная для любого россиянина, не для профессионального рынка, да, не для спекулянта, у меня есть некие сбережения. Вот в чем бы сейчас их лучше всего было бы хранить, Максим? Сложный вопрос, конечно. Ну, сложный, не сложный. Некоторое время назад, по-моему, даже, я уж не знаю, в эфире была у нас такая тема. Да, у нас была такая тема. На самом деле, ты не задумывайся, в рублях. Почему? Потому что ты получаешь, тратишь в рублях. Сейчас рубль слабеет. Нет, нет, нет. Я мотивировал, как правило, совершенно другими вещами. То, что, я не ожидал в течение года коррекции рубля там больше, чем на 6-7 процентов. От 30, да, тогда был, когда мы разговаривали, был где-то он 30 стоил. Да. А это как раз разница в процентных ставках между долларовым депозитом и рублевым депозитом. То есть, если в рамках этой коррекции, то выгоднее, конечно, в рублях держать, если сохраняется динамика доллар-рубль. Потому что, во-первых, теряете на конвертацию, во-вторых, если тратить, тем более, в рублях, конечно, лучше положить там по 10 процентов в рублях, чем по 2-3 в долларах. Причем тогда можно было бы и под 12, и, дай бог памяти, и под 14 положить весной этого года. Ну, в принципе, да. А сейчас все-таки сдуваются уже, да, депозитные ставки? Нет, я бы не сказал, что они сильно сдуваются. Сейчас вполне можно найти, конечно. Тем более, если вы кладите, скажем, сумму в рамках, которая застрахована. 700 тысяч? Да. Поэтому можно абсолютно безбовязно класть в банк вот в рамках этой суммы. То есть, вполне есть банки, которые предлагают больше 10%, в том числе входящие там в топ 20. То есть, риски минимальные, да, другими словами, риски минимальные. Доходность хорошая, банк надежный, условно говоря, подпадает под гарантии государства, можно и не напрягаться. А почему сложный ответ ты тебе не сказал? Это сложный ответ. Ну, потому что, как бы, все может быть, если мы увидим значительно. Но опять же, я не жду то, что вот от этих уровней нас ждет уже значительная коррекция по рублю. То есть, я думаю, что потенциал там, ну, максимум там 4-5%. То есть, еще рубль может ослабнуть максимум. В течение следующего года, вот именно на год, если смотреть, если думать, куда проинвестировать свои деньги на год, то я думаю, что сейчас все-таки рублевый депозит, он выгоден, с учетом разницы в ставках. То есть, рубль имеет предпосылки для ослабления, но с учетом разницы в ставках все-таки я бы рекомендовал рублевый депозит. По большому счету, и этот валютный риск, это, да, ослабление рубля, можно и нивелировать, да, большей доходностью по депозиту. Дим, как ты смотришь? В чем хранить сбережения? Ну, мне кажется, если вы не сильно, да, разбираетесь во всех экономических процессах, не можете оперативно реагировать на изменения курсов Я бы добавил, нерегулярно слушайте сухой остаток, тогда, конечно... Тогда ответ, он, в общем-то, универсальный и для сегодняшней ситуации, для ситуации месяца назад, для ситуации год назад. Мы просто формируем из своих сбережений корзину валюты и в ней храним сбережения на депозитах. И, в общем-то, голова сразу ни о чем не болит. Извини, я попытаюсь пошутить, хотя, я понимаю, такая шутка давно вам уж, как профессионал, набила оскомину. Корзина. Это вот я взял корзину, да, и, условно говоря, положил, сколько-то долларов, сколько-то рублей, сколько-то... Или это корзина? Это мы разбиваем наше сбережение 50% валюты, другая 50% будет рублей. Где-то 50% валюты, мы ее делим на доллары и на евро в соотношении можно 55 на 45, если быть совсем уж точным. Как в центральном... Как та корзина, о которой мы говорим. То есть, вот с точки зрения сбережений, да, вот так бы ты предложил? Ну, это самый универсальный, самый безопасный и, в общем-то, мне кажется, удобный вариант. А если... Да, я... Если мы хотим именно чтобы это было сберечь, а не заработать. Заработать, безусловно. И тем не менее, смотри, я с тобой согласен, классический вариант, он действительно работает во все времена. А если, так сказать, попытаться, ну, я не знаю, соригинальничать, может быть, да, и в качестве сбережения, тем не менее, использовать инструменты, отличные от денег. Ну, как то, золото, я не знаю, металлический слет или реальные слитки, серебро, я не знаю, платину, что еще можно, что доступно обывателю? Как я уже сказал, да, у нас впереди, у нас грядет этап, в общем-то, ужесточения монетарной политики и, в общем-то, сейчас вот, вкладываться в какие-то такие вот инструменты, я бы не рекомендовал. Логично это. Можно больше потерять, чем заработать. То есть, в перспективе нескольких лет именно. Да. Максим? Ну, разве что соль и мука. Киски, киски. Киски, киски, киски. Золото, серебро, но вот с начала года коррекция больше, чем 20%, она наглядно показала, насколько это защитные активы. То есть, активы с такой волатильностью. То есть, в кавычках, да? Насколько это в кавычках защитные активы? Я не считаю, что активы с такой волатильностью можно называть защитными. Можно все потерять. В коем случае. Я бы не стал рекомендовать это как защитные. Только если кто-то хочет поспекулировать на этом. Вот все упало, давайте годом подешевле. Так или нет? А то капиталы, страны как бы продолжается. Поэтому, например, это говорит уже о рынке акций, например. Поэтому сейчас идти там инвестировать на рынок акций и свои сбережения, опять же таки, мне кажется, тоже не совсем правильно было. Ну, то есть, именно время сейчас не совсем, да, не совсем удачное для того, чтобы рынок акций воспринимать как возможность инвестировать. Хотя, Максим, все-таки рынок акций тоже здорово просел, я имею в виду Российской Федерации. Может быть, сейчас время для покупок, как ты думаешь? Я думаю, что если искать какие-то по акциям, идеи, то их лучше искать на зарубежном рынке пока еще, на том же американском рынке. Там есть очень много компаний нециклических секторов, которые могут расти и генерировать прибыль там в любом состоянии. В любом состоянии. В любом состоянии. В любом состоянии. То есть, там можно поискать какие-то идеи. У нас довольно ограниченный круг компаний, и они растут, как правило, когда растет цена на нефть. Сейчас пока этого не предвидится. Поэтому с нашим российским рынком акций я бы рекомендовал повременить. У тебя такая же позиция. Ну да, в общем-то, я это уже озвучил. Я понял. Так, хорошо. Ну и последний, да, у нас сколько еще? Пять минуточек у нас с вами есть. Давайте посмотрим чуть вперед до конца года хотя бы. И с этой точки зрения валютный рынок мне очень интересен. Евро-доллар сейчас в районе 1.30. я думаю, мы с вами можем сосредоточиться только на одной этой валютной паре. Если вспоминать опять ожидания, да, связанные с Федрезервом, если говорить о текущей ситуации в еврозоне, ну и о том, о чем мы уже говорили, то динамика последних нескольких недель по укреплению доллара, кстати, против всех активов, да, и в первую очередь валют развивающихся стран, эта динамика, на мой взгляд, продолжится. И если это так, то где будет евро-доллар как-то угодно, ну а если это не так, то где он будет соответственно с другой стороны? Ну, эта динамика продолжится, безусловно, доллар, скорее всего, будет укрепляться, а евро будет слабеть, потому что проблемы еврозоны неочевидны, политика ФРС, она озвучена, то есть здесь вроде как все уже достаточно ясно. По целям, ну мы видим ослабление евро-доллар где-то до уровня 1.22. 1.22, это минимумы, практически минимум прошлого года. Сказать, будет ли это через месяц, через два или в конце года, это сложно. На этом не настаиваю, я не знаю. Причем я хотел бы подчеркнуть, да, вот ты говоришь, что достаточно однозначно евро-доллар вниз, потому что а, евро-зона плохо себя чувствует, поэтому евро будет слабеть, и б, штаты себя чувствуют лучше, поэтому доллар будет укрепляться. И в данном случае как бы все. Логика, да, со всех сторон одна и та же, да, логика. Максим, как ты видишь евро-доллар? Я думаю, что как бы проблема в экономике еврозоны уравновешивает то, что там жесткие меры бюджетной экономии, что в принципе в пользу евро, потому что когда снижают дефицит бюджета, это в принципе как бы в пользу укрепления валюты. И плюс, я просто вижу какую-то стабильность, то есть евро-доллар в последнее время около 1.30. И достаточно долго, да, с небольшими движениями, конечно. Это выгодно как штатам, так и еврозоне, то есть мы знаем, что ФРС предоставляет валютные свапы ЕЦБ, то есть как бы я думаю, то есть это не случайно такая устойчивость по паре евро-доллар. В еврозоне выгоден тоже устойчивый евро в рамках того, чтобы избежать как бы бегства капитала из страны, то есть чтобы не было выхода из с долговых рынков, то есть чтобы как бы доходность удержать, они заинтересованы держать стабильную валюту, которая бы делала привлекательные их долговые обязательства в этой валюте. Поэтому я не жду существенной просадки по евро-доллару, скорее всего это будет текущий уровень держаться. Ну а вот ожидание то, что мы обсуждали, ожидание изменения политики Федрезерва, оно наверняка будет приводить к укреплению доллара? Или это все-таки достаточно долгая перспектива? Я думаю, что да, безусловно, это будет в пользу укреплению доллара, но опять же это будет скорее против валюты развивающихся рынков в первую очередь. А иена, кстати, не пострадает здесь, потому что там есть еще и так называемая абономика сейчас, да, активно развивается. Это, мне кажется, ну она... Отдельная история, я ее, конечно, не причисляю к валютам развивающихся рынков, просто я сейчас... Это отдельная история, да, это аутсайдер и у нее сейчас есть все предпосылки, чтобы такая валюта сохраняться, то есть в принципе... То есть она будет ослабеть, да? Да, то есть регулятор, в принципе, целенаправленно хочет здесь ослабить свою валюту, у них достаточно высокий таргет по инфляции с учетом того, что пока она у них... Ее нет пока, не особо растет, 2% конечно для них это... Поэтому для иен есть все предпосылки для снижения, но опять же, как бы играть в какие-то спекуляции здесь опасно, потому что валюта очень волатильная в последнее время, то есть при объявлении этих интервенций это было интересно, то есть сейчас на уровне 100 это уже как-то уже... Ну понятно, всегда. Достаточно выросло, да, что же, чтобы покупать. Хотя, с другой стороны, может быть, выросли это еще. Хорошо, спасибо огромное. Максим Зайцев, старший аналитик Конституционной группы Норд Капитал, Дмитрий Грицкевич, аналитик Промсвязь Банк, сегодня были в студии Сухого Остатка. Уважаемые коллеги, я благодарю вас, что вы нашли время посетить эту самую студию. Уважаемые слушатели, вас я благодарю за внимание, как всегда, мы услышимся с вами в это же время, завтра, и будем продолжать наши ежедневные разговоры. Всего хорошего, успехов на рынке. Субтитры создавал DimaTorzok